Отдать ребенка в футбольную секцию в возрасте 4 лет можно было и раньше, но это было исключением из правил. И редко какой тренер хотел возиться с карапузами, которые по мячу-то ударить толком не могут. Отныне все серьезно с 3-4-летним мальчишкой будут не только возиться, но и всячески способствовать его футбольному прогрессу. Мы сильно не нагружаем, методику ведем. У нас работает с ними специалист дошкольного образования, который работает именно в детсаде по воспитанию мальчиков. Первый месяц мы закончили уже заниматься. Дальше большие планы, грандиозные. Конечно, если все будет хорошо и с основной командой, то и детская, конечно, подтянется. В декабре месяце у нас очередной кубок «Зари» будет проходить. Я думаю, что отсюда мы отберем одну-две команды, которые будут участвовать. А для родителей подобные секции становятся настоящей отдушиной. Во многие секции мальчишек берут в возрасте 6-7 лет. А что делать, если ребенок хочет учиться играть в футбол намного раньше? У меня ребенок сам захотел заниматься футболом. Это его любимый вид спорта. Он давно об этом мечтал. Он прям очень в восторге от того, что он попал в футбол. И наконец-то вот он играет. Мы попали в «Зарю». У нас папа занимается футболом. Так что у нас есть кого брать пример. У тренера очень хороший подход. Ребенок именно любит командный вид спорта. Я считаю, он идет один из первых, наверное, популярных видов спорта. И поэтому ребенок ходит с удовольствием, что нас очень радует. В первую очередь это маленькие дети. И для них все это игра. И тренеру необходимо чередовать технические элементы с игровыми. А главная задача – привить любовь к этому виду спорта. Что тебе больше всего здесь нравится? Мне действительно больше всего нравится то, что мы как играем в футбол. Еще пинать по воротам и быть братарем. Нравится в футбол играть. Все, что занятие нравится. И эстафеты нравится. А есть что-то, что тебе не нравится? Ну, мне нравится все, но ничего не нравится. Дима, тебе всего пять лет, да? А ты сам вот захотел сюда прийти на футбол? Или мам тебе? Мне мама предложила, и я согласилась. Как зовут вашего тренера и какой у вас тренер? Расскажи о нем несколько слов. Как его зовут? Николай Николаевич. Он хороший или добрый? Какой злой, может? Добрый. И очень-очень придобрый человек. У него хорошая манера. Несмотря на юный возраст, многие из ребят смотрят футбольные матчи. А некоторые уже имеют любимых футболистов. За Спартак и Барселон. Только из Испании. Я в России никого не знаю. Месси. Месси. Хотел бы стать как Месси? Я ухожу, что ли? Месси. Если раньше невозможно было представить, что юный сорванец забьет свой первый мяч в настоящем футбольном матче в возрасте четырех лет, то сегодня это уже в порядке вещей. Ты уже гол забивать умеешь, да? Много раз забивал? Сколько раз? А сложно забивать гол? Командные виды спорта и футбол в частности помогут развить чувство поддержки. Помимо этого умение достойно проигрывать и, несомненно, лидерские качества.